приветствую друзья вас на канале птичий дворик маленько не как всегда начинается видео как все-таки приятно и хорошо сидя допустим в ванной либо у камина за чашечкой кофе либо там в гостях в гостях наблюдать как ведут себя твои любимые куры что делают в данный момент либо может быть даже находясь за границей можно за ними наблюдать как все-таки удобно когда стоит камера в курятнике когда у отсек для содержания кур удобный все там сделано в данном видео хочу рассказать как я оборудовал отсек для содержания кур несушек частности это порода доминант у себя в птичнике вот пришли мы к птичнику нашему заходим это у нас прихожая здесь мы расположили теросъемную машину здесь у нас отделение шпарчан стоит здесь мы храним корма попадаем мы такое полу бытовое помещение здесь у нас раковина она здесь находится своя скважина стол тут ларь стоит здесь у нас холодильник для хранения возможных препаратов лекарств здесь у нас еще одно отделение по другим отделениям я вам более подробно все дальнейших видео расскажу там у нас есть отделение здесь у нас типа детского садика лазарета еще что-либо то есть сюда мы отсаживаем дрочливых подраны здесь у нас сидят фазаны сидит курочка с цыпами брама петухи лишние сидят у нас брама сидит здесь но видео не об этом вот хочу показать вот этому отсек тут у нас бруды стоят резервные по ним я видео тоже уже снимал решили мы их не разбирать оставить давайте по порядку буду рассказывать здесь у нас выключать освещение с розеткой таймер очень важная и нужная вещь таймер это на освещение стоит то есть программируется любое время отключения вот у нас стоит в 10 вечера отключается 8 утра включается здесь у нас емкость для воды с автодольем вот здесь у нас всех огорожен сеткой дверь стоит в этом предманнички удобно что-то поставить чисто здесь дальше здесь у нас висит контроллер который мозг можно сказать всего этого помещения он всем управляет управляет он нагревом вытяжкой вытяжкой управляет он по времени по превышению температуры пойдемте теперь сюда я покажу здесь у нас живут доминанты вы видели в начале видео на записи с камеры поилки много мы перебирали поилок очень мне понравилось купольного типа поилка такое желаемое устройство не очень простое то есть по шлангу подходит вода с емкости здесь когда вода заканчивается она поднимается и вода льется когда она она с водой она не льется очень удобно она висит в воздухе подвешена на цепочке совет сразу дам что закрепляйте шланг как можно выше по цепочке потому что если он будет просто вот так идти у вас они на него будут скакивать пару раз отрывала шланг и потом устраивали но это в другом отделении это когда мы пробовали теперь все закрепляем лучше всего на хомутом закрепить так то устроено здесь у нас находится окно для выгула надо кнопка и при . очень важный элемент обязательно делайте при . то есть эти при . удобные очень у них то есть приток воздуха идет такой по стенам то есть никуда не дует у нее здесь также задвижка ее можно прикрыть закрыть дальше здесь сделаны насесты сделали такой насест это вытяжка то есть вытяжка как я говорил уже подключена к контроллеру выходит на улицу на зиму я одеваю трубу она практически до пола то есть сосет снизу а летом сосет она сверху зимнее время нет абсолютно никакого смысла высасывать воздух теплый поднимается сверху надо высасывать тяжелые газы снизу дальше у нас здесь сделаны вот такие я сделал домики яйца сборники вернее яйца для яичек домики они несут сюда яички очень удобно пытались наверх залететь уже нагадили стены все обшиты профлистом очень удобно мыть дезинфицировать на полу опилки никакие там яиц сборник я не делаю то есть расклев если многие говорят что клюют яйца ну это надо пересмотреть кормление рацион мы кормим кормами вегой пока один не сушки нас едят то есть все есть абсолютно расклева у нас нету стоят лампы освещения то есть они либо вручную включаются либо по таймеру управляются также кормушка кормушки сделаны у нас из канализационных труб просверлены отверстия висят на стенки на хомутах все очень удобно большая вместимость здесь перед входом и помещение сделаны бортики чтобы опилки не просыпали для особо на холодного времени скажу что в комплексе у нас стоит всегда 20 градусов температура поддерживается здесь установлен прокрасный обогреватель если будет холодать то контроллер его включит контроллер им тоже управляет и он будет нагревать а вытяжка уже будет работать только по времени она программируется по времени как лучше каждые 15 минут по 10 минут вот дальше еще хотел заострить внимание у нас вот везде на входе вот на входе там дальше без коврик но мы от них отходим лучше всего такие кусочки коврового покрытия либо тряпочек пропитываются с раствором удобно их стирать без ковриками гемором много если честно вот с такими тряпочками просто ее постирал с раствором смочил и все меняешь по мере необходимости смачиваешь очень удобно то есть такой вот у нас получился отсек это будут вопросы задавайте спрашивайте рад буду ответить на все подписывайтесь на наш канал до новых встреч